Девушки отдыхают Сьогодні в программе Що ховається За звичайною орендою квартири Та чим закінчиться побачення З доморощеним генієм І як сюрприз на мальчишник Може обернутися перевіркою на вірність Девчонки, бага зайчиків вже там скучають без морковок Харшо, морковки є у моїх мальчиків Як узамовила майбутня теща Сашка, вообще-то у нас сегодня юбилей Между прочим, сотое расследование Так че, празднуем? Тебе побольше, а мне поменьше Сегодня ты угощаешь? Не, вообще-то я на баре отлила Стоп, ты же за рулем А, ну ладно, тогда я не пью Ну, я не пью Потому что нечего пить Как это? Как бы Как это? Лучше спроси, как это мы наказали риэлтора-афериста Который бездвожно кидал людей Пока не наткнулся на нас Бульбу Карасики Сейчас поймешь, почему Пожалуй, финал этого расследования вас шокирует Вы что, вы будете топить? Как нас шокировало само расследование Ухренеть, какая сволочь Сорри, извините У меня просто нет слов Знаешь, у вас есть маленький ребенок Такое с вами сделать? Итак, мой день встречи с ним Я максимально маскируюсь Так как на крючке слишком большая рыба И мы не хотим его упустить Из-за того, что он меня вдруг узнает Я думаю, так меня точно просто не узнают Так ты прекрасна Так Мы колдуем над париком Я переодеваюсь и все Мастер-визажист из салона красоты готова Это моя легенда для него А если он меня с этим гнездом на голове узнает Я уже не знаю Мне же чешется под этим париком До встречи с ним два часа Группа уже ждет на месте Людмила, здравствуйте Вы уже здесь? Здравствуйте Приятно познакомиться Меня зовут Людмила А вы ее ранее узнали Я же Кристина Ой, вы Кристина? Я просто вот Не знаю Сегодня на голове Итак, кто же такая Людмила И кто такой он? Людмила позвонила нам два дня назад Что у вас произошло? Ну, вы понимаете Там такое творится Я прямо не знаю А где творится, во-первых? Это я квартиру сдаю Так Соседка моя сказала, что К нему постоянно ходят Все время девочки ходят И разные Ну, все молоденькие К нему это к кому? К моему квартиранту А Юра его зовут И опасения у хозяйки квартиры Простое Действительно, может Бортель какую-то устроил Я уж переживаю А вы могли бы приехать к нам На канал? Нам подробности просто нужны Хорошо Через два часа Людмила была уже у нас в офисе У нас есть версия Зачем он туда будет Девочек еще так часто Нам просто надо сейчас проверить И от вас нужно Ну, максимальное количество инфы Людмила с готовностью взялась Помогать И результат поиска в нас поразил Это он, да? Просто он Олег? Да А почему он тут Олег? Пока вопросов больше, чем ответов Но мы же докопаемся до правды Хорошо, надо идти к нему на встречу И причем не оттягивать Потому что он может оттуда Сдрыснуть в любой момент На следующий день Мы уже караулили под тем самым домом Предварительно установив Скрытую камеру на этаже И наблюдали, как в его квартиру Действительно ходят девочки Первую мы решили перехватить Я знаю, может, прям под подъездом Слушайте мне, встать Не, не надо, ты что? А вдруг он там в окна смотрит? Ну, не знаю А, точно Она? Да, да, да Тащим сюда, наверное Ну, вы к нам Не пугайтесь, все хорошо На две минутки к нам в бус, пожалуйста Чем-то случилось А вот мы тоже хотим понять, что случилось А через две минуты прозрели Охренеть, какая сволочь Сори, извините Знаешь, у вас есть маленький ребенок Такое с вами сделать? Прозрела и сама Дарья Я никогда не думала, что я в такую ситуацию попаду Зато мы узнали, что происходит в той квартире И подготовили аферисту многообещающий сюрприз Итак, с момента звонка хозяйке Людмилы прошло два дня Мы узнали все, что смогли И теперь готовы идти в атаку Я вся замаскированная, жду встречи с ним А группа ждет подходящего момента Он вышел, он вышел, он вышел Бегом, бегом Паша, бегом, бегом, бегом Люсики же у вас есть, Людмила Главовича? А, да, да, да Мы же не знаем, когда он вернется Что сейчас происходит? Группа срочно устанавливает скрытые камеры В той самой квартире Получив запасные ключи от хозяйки Людмилы На все про все 40 секунд Камеры установили везде, даже в туалете Мы хотели это сделать еще вчера Но вчера Юрий не выходил из квартиры У него вчера был поток из девочек Сегодня вместе с нами и хозяйка квартиры Людмила Будет за всем наблюдать в онлайн-режиме Несмотря на установленные камеры в квартире Со мной в сумочке еще одна На всякий пожарный Здравствуйте, Олег Я к вам на 12.30 Кажется, не узнал Ой, как у вас уютно Да, сразу, знаете, видно Прямо совершенно другое ощущение Первое мое впечатление Какой культурный и приятный молодой человек Эферисты часто прикидываются именно такими А такой все тихомерно будет, не переживайте Все будет хорошо Такой порядочный, да? Да, такой будет порядочный А знаете, это у них ход такой Вот чем порядочнее интеллигентнее аферист Тем больше ему доверяют Думаешь, боже, я же имею дело с цивилизованным человеком Ну что, Кристина, начнем со стильной, в принципе Вот диван у нас Хороший диван Кожаный Разлаживается Разлаживается А правильно раскладывается Нет, я не придираюсь Я просто пока наблюдаю за ним Да, сейчас моя задача Выпрыгнуть из трусов Но заставить его остановить свой выбор именно на мне Проедите в спальню Угу Вот, в принципе, спальня, как по телевизору Соседи через стенку не пыльные Ой, да? Это, правда, чихает очень громко Это серьезно? Очень редко Все, я ему подарю витамин С, чихать не будет Уверена, вы уже догадались Что он сдает квартиру, которую арендует сам И даже не подозревает, что хозяйка квартиры сейчас все это видит Что можно, ну, прям, ну, как можно назвать такого человека? Но я-то тут не просто так Эффект бумеранга еще никто не отменял Вы что, вы будете топить? Но пока хозяин в кавычках ни о чем не догадывается А можно ванну, кстати, глянуть? Чистенько Ремонт сделали недавно буквально Да Еще бойлер установить А вот же бойлер здесь есть Он не работает Будем менять бойлер А-а Чтобы всегда была горячая вода Внимание! Вот вроде обычная фраза Не вызывает никаких подозрений А ведь это главная деталь для его аферы Бойлер Мне просто у вас очень нравится И вообще мне очень удобно Я тут работаю недалеко А сейчас начнется допрос Я как раз вот именно Куришка Нет, я не курю Парень может курить Нет, и парень Парня просто нет Поняли? Это он так ненавязчиво выведал Есть ли у меня парень И есть ли кому за меня заступиться Когда он меня обидит А ведь он обидит В салоне красоты По мне, наверное, видно Девчонки меня крашут А я мейкапом занимаюсь Я понял Приходите, могу вас бесплатно накрасить Салон называется Be Perfect Кажется, я ему подхожу Ведь он специально водит только девочек Они слабее Им легче задурить голову Я просто задет Я просто хорошее Желающих, понимаете, много Ага, начинает набивать цену Если приемлем Да, я понимаю А, кстати, цена правда, знаете Такая очень, ну, очень удобная Что-то не так Сейчас просто столько, знаете Вот этих всяких аферистов Обманов этих квартирных У него даже бровь не дернулась Эх, лишь бы не соскочил Кстати, распространенная легенда Типа в деньгах не нуждаюсь Потому и цена занижена А вот оплата, как обычно, да? То есть за первый, за последний месяц И там шесть А что за шесть? Он же мне ее за девять снимает Да чтоб шара была заманчивей Шесть и шесть, двенадцать Двенадцать При этом его девять тысяч гривен Ему уже купились Только с меня двенадцать тысяч А еще вчера было двенадцать тысяч Кстати, от той же несчастной Дарьи Двенадцать тысяч я оставила залогу Последние деньги Ну, я дала за... Нету... Я не знаю теперь, куда мне с ребенком Если деньги... Ну, решающий момент Согласен ли сдать квартиру мне? Ну, в принципе, если все всех устраивает Завтра можно договор составить, нет? Можно сегодня? Я понимаю, что у вас много желающих И... Ну, типа задумался Ну, вот вам беспроигрышный аргумент Я могу через два часа привезти деньги Я, честно, была настроена брать Ну, хорошо Давай через два часа Только есть один момент Да-да Я хотел поменять бойлер Перед тем, как улететь Чтобы... То есть я уже с какой-то душой Ну, да-да-да, я понимаю И соседиться ты сможешь только через неделю Через неделю Ко мне не устраивает А вот и бойлер сыграл Никто же не захочет снимать квартиру без горячей воды И подождет недельку А наш красавец за это время кинул бы еще человек шесть И это не считая Дарьи И меня Вложил 9 тысяч за аренду А наварил 96 тысяч Хотя нет, еще не наварил Тогда через два часа без опозданий Ну шо? Как вам представление? Вы в шоке, наверное Я в шоке До второй встречи с Олегом 5 минут Все, давайте, я поеду Опаздывать нельзя Здравствуйте, Олег Еще раз Ой, я такая, как будто бы уже у себя дома Присаживай, присаживай Я присаживаюсь Да, да А что присаживай? Я пока поставлю сумочку Просто не мешала мне Конечно, все у меня при себе Договор все есть, да? Да, да Здесь как паспортные данные Я сейчас все внесу обязательно Олег, не поймите меня неправильно Можно посмотреть документы на квартиру Ваши, хозяйские Обычно добрые хозяева показывают Хорошо Интересно И что же это он мне покажет? Смотри Это правда, ксерокопии Потому что, ты сама понимаешь Оригинал Никто с собой не может Ну да Можно я тогда Здесь все в порядке, в принципе Ну да Мне надо знать, чтобы здесь был порядок Потому что я увлечу на год То есть здесь будет париться Черт ни за что Нет, я здесь как бы Ничего творить точно не буду Заметили? Отличный перевод стрелок от бумаг Ведь вместо того, чтобы их изучать Я вынуждена оправдываться Чтобы сделка не сорвалась Ну, можно все-таки глянуть Ну, слушай Кристина, да или нет? Я Снимаешь, не снимаешь? Я Я скучу Ну, так можно мне изучить документы, Юрий? Потому что вы же не Олег Кристина, готова Наждаем щуку Щука – наше кодовое слово Означающее, что вмешаться в группе нужно прямо сейчас Но я хочу понять Насколько Юра скотина Потому что вы же не Олег А что вы так на меня смотрите? Отдайте мне эти документы, я посмотрю Я попутала А то, что вы вчера сняли Сдали эту квартиру девочке Дарьи У которой маленький ребенок Вы знали? Которая заплатила вам вчера 12 тысяч Вот это у него ступор Ни одного слова Собирается с мыслями Кто такая? Я? Я просто девочка, которая пришла снимать Че, долбаная? Я с ней случайно вчера столкнулась Знаешь? Потому что я работаю тут Ты не понимаешь Ты что, мне пишешь или что? Да что? Какой тиктофон? Я сейчас… Опа, какой неглупый Я вообще милейку сейчас буду подать Какой тиктофон? Вот, выклился Что происходит? Я сейчас буду… Все происходит А вот это сработает на любую девушку Мало ли, вдруг реально у подъезда Выждет и кирпичом по башке Хорошо Смотрите Я улыбнула Смотрите Я тут ни при чем Сижу, не рыпаюсь Он тоже притих Ты что думал? Будешь ледой лошади Так тебе все с рук сидают, а? Я вообще не в курсе Не в курсе? Ага, не в курсе он Так не шел сюда Закай кровь Закай кровь Рот завалду Немай ему не даст Давай Смотри на ее ска Ой, вы что будете топить? Суни, не надо Дай ему дуле, чтобы ему было лучше Сейчас я все могу поплыть Подожди Слушай Мочи Нет Мочи Хорош Что, ты вспомнил? Мочи давай Рот Я понял Я брат Я вернул, у меня просто долги Вот этого мы ждали Теперь я могу не скрывать, что с парнями в черном заодно Офигенно У него долги-то надо кидать девочку Дарью, у которой дитё У тебя долги-то, твои проблемы А не девочек, которые приходили, которые собрались обобрать Поднимайте его Я боюсь Это новый канал, программа «Аферисты сетях» А чувак-то в шоке, но заслужил Все мы тут снимали скрытыми камерами Пипец, вот тебе по твоему лицу я вижу, что ты реально в шоке Что ты прямо обосрался, если честно Три слова нет Пипец взгляд Да, у него двойной шок Он-то признался, думая, что его прижучил спецназ Но меня мучил вопрос, что же за документы он мне подсовывал Ах, как же, Виктория Олеговна, извиняюсь Еще и Запорожская область Пипец Короче, это распечатка из интернета С какой-то левой тетей-владелицей, но с хорошей цветной печатью И с правильной подачей Это же потому, что вот так вот он мне показывал этот документ Вот так, понимаешь? Дальше Пацаны, вы маски можете поднимите, задыхнитесь колесом Гевнат я хотел сказать Ну, это запикает на нас в эфире, но другого слова нет Кстати, макали мы его гуманно в свой стерильный золотой унитаз Настоящий, но не пользованный Который тихонько занесли, когда Юра валялся мордой А потом с мешком на голове он точно не мог разглядеть подвоха Плескалось, по крайней мере, убедительно Конечно, окунали мы его легонько, едва замочив нос Но не имеем мы права на насилие Но напуганный внезапной атакой Юра уже ничего не соображал Так что отмазку придумать просто не успел На это мы и рассчитывали Правда, не рассчитали его прыткость с моим телефоном? А, у меня телефон утопил, Саша! Телефон, кстати, после просушки заработал А вот Юра после просушки штанов уже ни на ком не заработает Все, чувак, буль-буль приплывет А сейчас, внимание, есть еще одна афера, только быстрая Когда риэлтор по телефону просит вас скинуть 100-200 гривен якобы за бронь квартиры Перекинуть деньги ему на карту И как только скинете, вырубает телефон И все, одес пока Потому что, запомните, настоящий риэлтор не берет бронь, пока вы с ним лично не улетитесь А если вас просят по телефону, неизвестно кто, которого вы даже в глаза не видели Скинуть 100-200 гривен ему на телефон 100% мошенник Шлите его в баню Мошенник, вот это спали уже в болью, мне кажется Еще разок, не помешает Разошлась, короче, да? Итак, как это у меня было два стаканчика с напитком А в итоге, когда я один положила в другой Один остался пустой А на самом деле было вот что Было вот такое вот Не могу достать Я достала спокойно Было вот такое вот вырезано дно Жидкости Которое я просто одела на вот этот так стаканчик Вот так взяла А потом бульк Оно соскользнуло Ну и я как бы достала такая Тут нет жидкости, потом пить я не буду Я же за рублем Дивіться далі Чим закінчиться побачення Извиняйте, а что мы будем не щупать в кустах? С доморощенным генієм Толі, ты был женщиной? Это особенности твоей методики? И как сюрприз на мальчишник За мной приехали! Это мой сюрприз Може обернутися перевіркою на вірність Девчонки, много зайчиков уже там скучают без морковок Хорошо, морковки есть у моих мальчиков Яку замовила майбутня Теща Сашка, а смотри, я смогу вот этой вилочкой дотянуться до вот тех вот кабачков Даже не вставая и не двигаясь с места Ты че, на шейпинг записалась? Да, на шейпинг мозга Который мне вынес следующий кавалер Кавалер и его кабачок И давай я тебе не буду говорить, что там и где застряло Дурдом Извиняюсь, а что мы будем ущупать в кустах? Полный дурдом Эффективное похудение Или чем может закончиться свидание с доморощенным гением? Поли, ты был женщиной? Это особенности твоей методики? Если бы мне сказали, что такое бывает Я бы заржала, как лошадь И не поверила Но сегодня мой мир пошатнется Благодаря Толику Которого я уже жду В парке, который выбирал он Сейчас в 15.45 Он будет в 16.00 А я пока гоняю белок Еще не знаю, что белка сегодня придет и ко мне Группа под видом случайных прохожих ведет съемку с трех точек А у меня, как всегда, микрокамеры в сумке, в очках и парочка запасных Установить, если понадобится Ибо наш Толик сразу видно полон сюрпризов Это мое личное изобретение, кстати Скажите, еще что сами шили И изобретений тоже полон Это пляжно-офисный вариант, так называют Ааа Откатил, подкатил и уже воля И накатил И это пляжный вариант А если все раскрутил, это офисный Ощутили масштаб изобретений Толи еще будет А там прям именно уже Короче, Толик хочет сразить меня гениальностью Нет, не писал Толик Есть такой ультра-современный девайс Наждак Вот и хорошо, что такая задоренькая будет у меня помощница Да, это то, чем Толик цепляет Еще в переписке Предлагает стать партнером и лицом его бизнеса Диетического бизнеса Типа он изобрел метод похудения Потому в партнеры выбирает стройных и симпатичных девушек Но меня Толик не выбирал Это мы его выбрали Да вы что? И я первая ему написала После того, как нам Толика сдала барышня Написавшая мне в фейсбук Итак, меня сегодня поведут в гараж А пока А куда мы идем? А здесь вот неподалеку мой офис Буквально вот через просеку Крис, все хорошо, ведем вас тремя камерами А Толик упорно ведет меня к кустам Там я смогу показать, дать пощупать Извиняюсь, а что мы будем нещупать к кустам? Но Толик только воудушевленно хрюкнул и повел за собой Просто здесь есть мой девайс Уже радует, что мой девайс это из сумки А то у этих генев мозги на биквень Вот он, красавец Это будущее Что вам сказать, ела я такое будущее вчера? Капочковый экрик И для меня оно уже порядком прошлое Вот так вот как-то Я хочу сделать пробу, фотопробу Кстати, да, он же обещает сделать не только партнером бизнеса, но и его лицом Видимо, прикидывает, смотрится ли мое лицо на фоне кабачков Правда, пока непонятно, как кабачки связаны с похудением Скоро кабачки, они захватят этот мир Ну, вот так Ну, вот так захватывали мир, ну, чтобы кабачки Что он несет вообще? Он эти кабачки еще и курит? Боюсь уже представить, что там за чудо диета, которое перевернет мир Или мое представление о диетах Толи, ты был женщиной? Это особенности твоей методики? Короче, пришли в его офис Эффективное похудение Тут ямы кто-то отрывал Многообещающе, чувствую, я сегодня нормально так похудею от его гениальных идей Ого, у тебя тут просто целый склад Это все необходимые вещи А вот, видимо, и тот гараж, после которого сбежала со свидания девушка, сдавшая нам Толика Вот последняя разработка, горжусь ей Я быстро ставлю сумку с камерой и, роняя очки, устанавливаю их с другого ракурса Да, бросьте очки уже, смотри Там просто вывалились очки Смотри Мобильный биотуалет А я начинаю понимать, почему удрала барышня после гаража Допустим, стоишь, ждешь на улице, вызываешь себе, захотел Приезжала? Да, приезжала, вызвал Это как такси можно вызвать, да? Алло, мне нужен мобильный биотуалет В любом месте находишься, приезжает Просто с киевскими пробками надо мобильный биовертолет Крис, он хоть на тебе не будет этого испытывать Да, идея на миллион А там прям именно уже... Ну здесь еще надо, еще надо отверстия проделать А, это авиакресло Это авиакресло А зачем мы авиакресла? Ну, чтобы расслабиться с комфортом И делай свое дело Нестандартная, правда, идея Я и спонсора хотел подключить, но никто не понимает Просто люди еще не готовы к этому Ну, это выстроить... Однажды, я в этом уверен Да, главное, чтобы... Ну, да Главное, чтобы несодержимым этого агрегата Эх, знала бы я, что меня ждет впереди Ух ты, это парник же Это не парник Это моя золотая жила Тут я, конечно, немножко не рассчитала и поставила сумку с камерой на эту сторону А он перешел на другую Но бегать переставлять было бы подозрительно Так что на другой стороне я повесила на забор очки И одну запасную на бортик забора Толик даже не заметил Кабачки Это не кабачки Это мое средство для похудения И тут же начал чистить Да Пахнет хорошо Это ковчевый смысл? Диета заключается в том Заключает Это нервное, извини Что мы кабачок засовываем в... В анус И от этого мы худеем Диета будущего значит Через... Да Попу Со стороны Прям мисс походка Кабачок распадается естественным образом Но он успевает втягивать на себя все вот жиры, токсины Ой, мамочки, бежать, бежать мне надо отсюда, пока не поздно Ты сидел реально на кабачках? В смысле с кабачком? Ну я же испытываю свое изобретение Ты просто посмотри на меня Так ты был толстый, получается Я весил 120 килограмм Минуточку То есть его диета работает? А у тебя есть фотка, где ты толстый на тебе? Ай, вот Вот есть такая фотография Интересная фотка Спиной Такой ты эту продачу спиной Застенчивый, блин Так, что-то ты не договариваешь, Толик Брось мне по вайберу Я реально покажу девчонкам, вот как был человек, стал Слушай, иди Все В телефоне проверю, пришло или нет А сама отправляю фотку группе и пишу смс Принято И вот до сих пор непонятно, зачем Толик меня притащил домой Ведь все это рассказать можно было и в парке Сколько такой кабачок стоит, например? Ну, гривен Семь Но свои кабачки Толик собирается продавать за 100 гривен штука Почему ему даже продавать кабачки за 100, если они стоят 7 гривен? Поясняю И вот тут я поняла, почему он привел именно домой Поливай его, смотри, вот По разработанной специальной методике Банки с чем-то желтым я заметила сразу Но боялась предположить Это роса? Моя утренняя роса, я бы сказал Да, в парке он бы мне этого не смог показать Как бывает с утра выхожу, свеженькой полью Как бывает по-всякому Осподи, а я это руками держала Ладно, а для чего ему я? А людям надо бить наглядное пособие Фотоинструкция, как использовать нашу диету Фотоинструкция Короче, не лицом диеты мне надо было быть Совсем не лицом Крис, не поверишь, мы тут фотку пробили Это Моника из Эстонии Режет он, короче Не худел он на своих кабачках Не худел, но по 100 гривен за штучку собирается продавать Ах, толик-толик Но ведь в магазине вот и другие совершенно кабачки Это вот ведь сейчас Потяни вели, мы тут пока подумаем, что с ним делать Ну я так понимаю, это все твои идеи, да? Я попала в точку, только понесло Вот еще какая идея Увеличение груди А бачками? Нет, не кабачками, послушай Это огурец для отбеливания зубов Но никто не мог предположить, что произойдет дальше Чистим огурец Я не угадаю, куда мы его Поясняю, не угадаешь А, в рот Прям второй огурец Второй огурец, я понимаю Второй, второй А, второй огурец, я не понимаю И тоже в рот Типа на две челюсти, два огурца Держи, держи И вот так надо ходить, что, сколько часов? А, Толя, Толя Что? Я не понимаю, что? Ты порезал себе ножок Но вижу, что не может шевелить ртом Челюсть, заклинила челюсть Угадала Отбедуся Что ж он все свои техники на себе пробует Все, просто успокойся Стой, стой Я набираю скорость И через 15 минут начался карди-балет Вы же тут? Здравствуйте У нас тут съемка Не обращайте внимания, пожалуйста Но человеку реально надо помочь Только как-то, чтобы его не напугать, ты понимаешь? Как-то может за дом спать У него истерика У человека застряли огурцы во рту Ну, заплинила челюсть Только не говорите, что здесь камеры Не, все нормально, ничего не вжевал А, задние А что задние? Ну, их крови в челюсти Эх, Толик, Толик Что ж ты суешь все, куда ни попадя Все, все нормально, все Осторожно банки не перетеньте Я серьезно Это, это роса Пока Толик приходил в себя В себя приходила и скорая Честно говоря, с огурцами Вижу такое впервые А я вернулась проверить Все ли с ним окей И стряло Маш, все на себе приходится испробовать Я тебе еще что-то хочу показать Давай я тебе что-то покажу, не поверишь Это новый канал Программа «Афиристы в сетях» Это телик Мы не опасны Мы ничего никуда не суем И ты туда же, да? Мы не туда же И не хотим Это новые технологии Особенно про гурцы, Толик Честно, сам себя наказал Ну, честно Но ты ж брехун, Толик Да, ну, бля Ты Моника и Сталина, наверное, да? Фотку показал Мы погуглили Мы нашли Нашли по поиску изображений Что это фотка Моники из Эстонии И вот ее страничка И фото В разделе фотографий А Толик неплохо пользуется интернетом Короче, лучше, чем кабачками И продолжай, Ченой? Это особенности твоей методики? Откапать О, боже Я просто сказала, что это? Помидоры? Нет, это картошка А, картошка? Все, тихо Мы это вырежем Чтоб никто не знал, что они разбираются Нет, это дурек А то я теперь точно знаю, как мы ее Кабачки! Мигань! Ой, пошли! Пошли! А мы после его кабачков реально похудели Так наржались Мне, кстати, надо восполнить запас О, это к твоему пулю Кстати, да Я от нее всегда в детстве летом уезжала Такой, как Пеложочек такой И в шапке В июне А, кстати, с меня же разгадка Итак, как же я смогу дотянуться этой вилкой До вон того кабачка Даже не вставая и не двигаясь? Никак Не угадал Это зато телескопическая вилка А говорил, никак О, о, о Хотя нет, кабачки нет Пожалуй, долго не смогу Есть Хоть Удобный агрегат, скажи Чего-то в интернете не продается Сильный гривен, кстати Отличный агрегат Можно на банкеты, знаешь, типа Через всех Так Ничего не будем, а? В кармашку пуй Сложил агрегат И ушел Сашка, спорим, я смогу угадать номер телефона любого человека Например, твой Так ты и так его знаешь Ну хорошо, давай твоей бабушке Смотри, все очень просто Бери листик, бери ручку И пиши в нижнем вот здесь вот углу Номер телефона бабушки Я не подсматриваю Потом Конвертик Все, я не смотрю Потом в конвертик положи Не смотрю Вообще не подсматриваю Все, позже Так Конвертик Ручечку уберу, чтобы просто не мешало И так конверт не просвечивается Зато мой глаз просвечивает, как рентген Сейчас я скажу, что тут у номера телефона с почками Ну, нормальные бочки Хотя Великолепные бочки Номер телефона 050 419 73 15 Я не знаю, может, я, конечно, и не угадала Ой, вот так, да? Угадала 050? Я угадала Как? Ты лучше спроси, как можно было на других девушек засматриваться, когда свадьба на носу у горячего самбела, которого я проверяла на верность В лимузине Тет-а-тет Сюрприз на мальчишник Может оказаться слишком приятным Честно, я еще чуть-чуть это предложение сделала бы Ведь жених не знает, что за ним наблюдает теща И что это проверка на верность Честно, я уже из-за душа меня не летит Сегодня у нас нестандартная проверка Теща Елена проверяет своего будущего зятя Вы просто выглядите так, как... Я подумала, что там и не место Ну, такая современная мама Ну, взгляды у меня на отношения такие старперские, как у родителей Потому что на кону свадьба дочери А жених 26-летний Самбел А, Самбел? Самбел Какая красота Самбел Где она его нашла или кто кого нашел, я вообще не понимаю Года не прошло Замуж А через год он замуж? Ну, они горячие мужчины Если решают, что все, значит, и через день позовут замуж Но Елена вообще не в восторге от выбора дочери Не нравится он мне Чего? Ну, не знаю Ну, во-первых, у нас с ним как-то разные весовые категории Так вам же его ни в бульоне варить, ни на холодец, извиняюсь Он такой общительный парень Любит повисеть Ее с собой не берет Сядет она в розовых очочках возле окошка И выглядывает милого, ненаглядного Понимаете? А потом фотки он выкладывает в сети То одну прижмет, то другую как-то там приобнимет Я это не понимаю А горячий Самбел утверждает, что это подруги друзей И для него существует только одна девушка Инночка, дочь Елены Но Елена не верит Оно либо есть или какая-то верность Или вот это халам-балам-халэ О, тут не поспоришь Сегодня не только день проверки Сегодня у 26-летнего Самбелла мальчишник И этот бомбезный лимузин ждет именно его Облепленный скрытыми камерами вдоль и поперек Лимузин организовали мы А будущая теща подговорила какого-то родственника Позвонить Самбеллу и сказать, что на мальчишник его привезет лимузин Это, мол, подарок от друзей Водитель в курсе, куда везти и как подъедет наберет Через полчаса должен выйти Самбелл Который не знает, что сюрпризом сегодня будет не только лимузин Да, сегодня я плейбой Зайка И очень надеюсь, что не получу по ушам Ни от горячего Самбелла, ни от его будущей тещи Которую мы спрятали в тонированном бусе Добрый вечер Что-то у меня тут голова не помещается У меня сердце аж застучало Рановато застучало, самое нервное как раз впереди Значит так, мониторчик видим Внимательно смотрим, внимательно слушаем Чтобы понимать, по морде давать или целовать Понимаю Если что, есть Олечка Да, я здесь Она со мной на подслужке Она мне передает любую команду, ну и соответственно слово стоп тоже Так, Олю не бить Ценный сотрудник, самый любимый, самый дорогой Олечка, свои силы приберегу для Самбелла Не хулиганьте, а я буду сегодня хулиганить Извиняю, что я к вам лицом Самбеллу будет на что посмотреть Чушевый огонь До старта минут 20 Ну, с богом Группа сегодня в режиме слежки Будет ехать за лимузином на бусе и легковой Здравствуйте Я так понимаю, не к вам, да? Как вам? Самбелл Спасибо Спасибо Самбелл по-хозяйски устраивается в лимузине Конечно, делает парочку селфи И даже не догадывается, кто за ним наблюдает Красавчик, да, селфи И что ждет его впереди? Я уже в условленном месте на маршруте Выглядываю лимузин Водитель знает, что меня надо подобрать Ура! Это мой бультик! Мило мое! А фейерверк подкачал Ура! Но Самбелл в восторге Действительно, ура! Садись Классный, 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 классный Это все мне Давай я в луку Люблю своих друзей, конечно Я тоже Отлично Считают, что я очередной подарок от друзей на мальчишник А я и не даю опомниться Короче, Самбелл перехватил инициативу Снимай пиджак Или вам нельзя, там, я не знаю, вам можно с клиентами А ты вообще называешься, дарайся, дарайся, дарайся Есть какой-нибудь А что это я, как бы, отрабатываю за тебя? У меня мальчишник сегодня Ты мой сюрприз О чем ты говоришь? Какой мальчишник? Подожди Ну а так, у меня мальчишник сегодня Я сегодня еду кайфовать Это я сегодня еду кайфовать, у меня девичник Серьезно? Кажется, у меня знаешь, что это? Есть девичник, есть такой пуль Офигеть Я не вру, реально, есть такие девичники Подожди, это я лимузин или лимузин? От этого я сухую, я не могу Для правдоподобности мне нужно перезвонить подружкам Я позвоню девчонкам, извини Наверное, ждут для тебя Уверена, он сейчас смотрит в окно А тайно, значит, никто не налил шампану Честно говоря, я засмотрелся, не нога Куда ты засмотрелся, когда я была? За туловочек красивый, видишь? Молодец, я тебя спросил в за туловку А я серьезно, нет? Но сейчас мне нужно сделать главное Вот как так такой день? Закончится, деньги начнут И я прошу его телефон А заодно прошу уточнить у водителя Подвезут ли меня в центр Дружище А мы куда едем? В центр будем проезжать, нет? На самом деле, в его телефоне я быстро отключаю звук Потому что едет он действительно на мальчишник Но друзья же не знают, что на лимузине Мало ли, позвонят, удивятся То есть, закройте там, мы немножко общаемся Алло, Настюша, все хорошо, я никуда не пропала Я села не в тот лимузин Да, я сегодня жду Настя, тут такой сюрприз Смехи, симпатичный, горячий Настя, не шашлык Горячий мужчина Сам Вэл Тут сам Вэл И выглядит Вэл И вообще сам Настюшечка, все хорошо? Просто отмени лимузин Я приеду, все хорошо? Вы там хвостики, ушки все одели? Ай, мои зайки! А сама кладу телефон сам Вэлла подальше С включенным беззвучным режимом Предлагаю выпить За зайку За тебя? Давай за зайку Крутой сюрприз для меня сегодня Отличный сюрприз для меня с обоих На Будерша Ого, какой резкий Однако ты мне еще должна поцеловать А я в ступоре от такого напора Пытаюсь съехать А это было в Гурайдере? Это при заказе сюрприза Я не понял Обязательно Да? Давай договоримся так Ты мой сюрприз сегодня Так что целуем А вообще-то ты перепутала лимузин Тебе невозможно переплыть Поэтому нужно меня поцеловать И я замолчу На секунд так три точно Да, сам Вэлл и правда горячих восточных кровей Может, конечно, и атмосфера вседозволенности мальчишника влияет Но вброшу-ка я ему провокацию Ну давай, невеста, ну-ка, почти жена не ревновала И что он ответит? У нас мальчишник, девичник, вся ночь перед нами Сегодня весь киев, вот так вот будем ломать, кайфовать, гулять Ну, ломать не надо, давай кайфовать Кайфовать он едет, одно нам не уйдет Кайфовать? Для тебя я могу и ломать Но хочешь, будем кайфовать Но при одном условии Жен, мужей, никого не вспоминаем сегодня Есть пти, я, ночь И все, что мы хотим, то и делаем Вообще, правда, по законам мальчишников-девичников пассии не вспоминают Это последний холостой вечер, когда можно все Но к чему приведет эта вседозволенность? За зеленый свет, за зеленую дорогу За зеленый свет всегда? Всегда Но сегодня он будет очень ярко светить, я тебе это обещаю Ты организуешь это? А мы отрываемся по классике всех мальчишников Обстановка по кайфу Пьем шампанское А что у тебя здесь? А что, Медя, это она танцевает Не, я это понимаю, но у тебя какое-то пятно Это пятно? Глазастый какой, мы же даже тоналкой примазали А, это синяка Это я петон Я себе румяна на коленке нарисовала Ну, слушай, ты думаешь, что ты сумасшедшая? Я веду активный образ жизни Просто на других расследованиях А Самвел тем временем предлагает зажечь в караоке Алло, то есть, кто там? Раз, раз, раз Раз Ой! Так, сегодня для прекрасного, горячего мужчины Это я Самвела Песня Песня «Оранжевый монитор» А есть какая-то интересная песня? А, голубой монитор А так Голубой монитор и какая-то цяточка Давай что-нибудь душевная Да, да, это не душевная Но караоке мы так и победили Замечаю, как во взгляде Самвела что-то изменилось И решаю напомнить, что я все-таки чья-то невеста Поправив подвязку Просто хочу его сегодня поймать Эту повязку А вдруг мне почистить, я женюсь заново Надеюсь, это он о своей невесте? Знаком Знаком Сегодня, представляешь, я ехал в лимузине И ко мне садится какая-то сумасшедшая девушка Веселая, красивая И она понимает у меня с полуслова А он помнит, что он вообще-то жених А как по-моему будет жених? Жених? По-нашему будет пресса А ты такая сильная, афчик А я для тебя, честно Я уже и заброшу, что мне невеста Уже говорю, для тебя буду самым лучшим пресса Мне не послышалось? Честно Я уже и заброшу, что мне невеста Честно, если бы не была бы на кому свадьба Я подумал бы, что она с тобой всего-то всегда Ну, у меня закралось подозрение Подозрение, что Самвел не тот За кого себя выдает Крис, мы подъехали к точке 1 Вовремя, нам очень надо сменить обстановку О, боже, какие красивые фунтоны Давай пофоткаемся Ну кто откажет, симпатичные зайки А ты взял вперед? Наши операторы под видом случайных прохожих давно тут На самом деле, эту высадку на землю мы запланировали для возможного финала Если бы Лена уже решилась на него Но будущая теща как-то растеряла боевой настрой А я должна придерживаться легенды Так что отыгрываю все радости девичников И Самвел все еще верит, что у меня девичник Зря Лена поникла Я все больше убеждаюсь в своей версии Самвел не тот, за кого себя выдает Но впереди у нас главная провокация И до нее совсем чуть-чуть Так же, как и мне До места прибытия якобы на мой девичник Много зайчиков уже там скучают без морковок Хорошо, морковки есть у моих мальчиков Хотя Самвел, кажется, отпускать меня не хочет Сейчас, если бы я еще чуть-чуть, я тебе предложение сделала бы Давай немножко, я не знаю, скажи что-нибудь Я просто думаю, что нам сегодня все можно Но, наверное, не настолько Я ее не хочу Да, и ты очень правильный жених Потому что ты как бы правильную грань держишь Я держу, да Это каким местом ты разговариваешь? Вот мне уже есть что сказать Это подстава, это все Заметили, как быстро Самвел согласился с тем, что держит грань? Как бы правильную грань держишь? Держу Я уже уверена в своей версии Пора переходить к главной провокации Может, мы продолжим нашу дизвину? Знаешь, что... Ну, ты мне очень правда понравился Знаешь, я таких мужчин еще не встречала Вот, все, что было до этого, было на Кураже и с его стороны, и с моей А сейчас я заговорила серьезно И намекаю на гульню налево после брака Что же ответит Самвел? Дай-ка, мне очень приятно, но меня с жена не поймет Ну, тогда за... Просто за дыма был? За дыма Да, он мне отказал Вот и моя версия Кураж куражом, но на серьезные вопросы он отвечает серьезно Вежливым отказом Меня с жена не поймет Для финала у нас была запланирована высадка у мостика влюбленных Где уже ждут операторы Пойдем подойдем Пошли На самом деле мы специально хотели вывести героя из лимузина Так как не знали, чем закончится проверка Но понимали, в случае измены в лимузине он был бы как в ловушке И теща его бы там прибила И вот мы выходим, проверка пройдена Но почему же не бежит счастливая теща? Для отвода глаз подхожу посмотреть на ночной город И под предлогом... Замерзла совсем В непонятках иду обратно к лимузину Наконец вижу Лену Но что за лицо? Лена, вы чего? Смотри, смотри, смотри Успокойся! Вы что? Откуда здесь? А что происходит? Он тебе будет дать свадьбу, а тебе спасись Успокойся, подожди Не нужен мне такой б***ь в семье Он хороший? Когда смит зубами в стен Так он же прошел проверку Я дала ему главную провокацию Давай будем дружить после свадьбы Жена не поймет Вы что, этого не слышали? Не слышала я это Что за камера здесь? Мы проверяли... А, Боже, мы проверяли тебя, наверное Это тебя заказала твоя теща Твоя горячая теща заказала Ты меня проверяла? Ну ты правда классная Проверялся, ничего не было Пять минут назад ты мне говорила, что ты друг мне Я друг тебе Все закончилось хорошо Да никакой ты мне не друг вообще Ну подожди, Самвел Самвел, конечно, был в бешенстве Лена в шоке Она-то пропустила самое главное И выписала тут всем ни за что Так, понимаю, ты сейчас будешь тиховать Ну, ударь меня Не хочу тебе быть Я плохая Я тебе доверяю Я вот это вот проверила Что? Что ты хочешь мне сказать? Я сейчас тут... Там все понятно Там все понятно Ты прошел проверку Пошел? Пошел? Ты торячий мужчина прошел проверку У меня нет стоп уже Ну, пожалуйста, больше так не делай Все, подозрение давайте Не будешь И ты больше не заказывай больше Всем спасибо Метафан Метафан, где? Ну и так... Тут так столько исток летело Оля, какой чертый метафан? Давай, довезу тебя на вальчишник спокойно Я все-таки не куплю себе так Теща тебя не закопает Где с ним быть? Не забыл Ты string Честно! Я за рулем, но мы выпьем сейчас! И я же ей говорила вначале, смотрите внимательно, чтобы потом понимать, по морде давать или целовать. В итоге и расцеловала, и по морде дала. А сейчас ты меня тоже расцелуешь, между прочим, когда я тебе разгадку фокуса скажу. Итак, как я смогла увидеть номер телефона через непрозрачный картонный конверт? На самом деле, я когда забирала ручку, я отсюда одним движением достала ватку. А ватка у меня с гексана. Это такой химораствор, при котором бумага становится прозрачной и пропускает свет. Я тебе, когда вот это про почки там что-то парила, прикраска, делись, а тут такая типа щупала. На самом деле, это я там щупала, а вот здесь вот так вот протирала. Смотри, как проявляется телефон. Видишь? Смотри, как четко видно. При этом он очень быстро высыхает, гексан. Смотри, мгновенно высох. Понял? Ватку какая-то спрятала и такая тебе хм-хм-хм. А тут у тебя вообще сухой конверт, чтобы ты понимал. Ну и соответственно, пинь. Так что будьте вообще-то внимательны, чтобы попадаться только в любовные сети, а не в сети аферистов. Дивіться в наступній программі. Якщо вона викликає сантехніка. У меня просто на вас сегодня грандиозная флага. А он готовый на все. Вы просто видите мои трусики, они вас не скручают. Прекрасно. Нет, я просто лепым трусиком не ношу. Его девчина может не витримати. Ай! Та як можна зробити долари? Долари? Мы взглянемо долари. Зі звичайного паперу. А много можно вообще доларом наделать? Сиденька сотов долларов в тысячу. Суму сдурять. И как нас дурять на интернет-продажу. Меня зовут Александр. Я говорю по поводу вашего объявления о продаже вечернего платя. Да, я продаю вечернее платя. Та за 7 минут виманюють 7 тысяч гривен. Так, готова вставлять карточку. Замечательно. Сейчас я диктую тигр. Замечательно.